На глубине 7 метров под будущей магистралью «Центральная» пролегает один из двух основных коллекторов для приема канализационных стоков. Он обслуживает промышленные предприятия и жилые дома Красноглинского, Кировского районов и части города, которая ближе к побережью Самары. А затем доставляет стоки на городские очистные сооружения. Сейчас часть коллектора у Ракитовского шоссе специалисты ресурсной компании обновляют. Трубу диаметром больше метра меняют открытым способом, раскапывают, а после замены вновь устраивают под землей. Разведены земляные работы, заведена новая труба, глубина порядка 6-7 метров. У нас сегодня в ночь ожидается уже заливка бетонного основания. Порядка двух суток стынет бетон и уже можно будет этот кондиционный коллектор пускать в флотацию. Работы планировали завершить до конца недели, но из-за аварийной ситуации их срок пришлось продлить. Сейчас на месте излива, недалеко от Зубчининовского кладбища, организована работа четырех бригад, которые откачали воду с ближайших территорий и возвели несколько временных запасных линий, которые уводят стоки в обход поврежденного участка. Для перекачки основного объема стоков нами были установлены на месте три так называемые ДНУ. Это насосы большой производительности, которые осуществляют перекачку стоков именно хософекальной канализации. Они в обход поврежденного участка, как раз мы сейчас прокапываем байпасную линию, и одна ДНУ уже работает в полном сечении. Сейчас специалисты проводят экспертизу, чтобы понять причины излива. Связано ли это с заиливанием или повреждением самой трассы. При этом ограничений на пользование канализации для жителей водить не будут. Перекрытий дорог также не планируется. Ни ограничений по системе водоснабжения, ни ограничений по системе канализации у жителей нет. Эти вопросы обсуждали и на еженедельном рабочем совещании в городской администрации под руководством временно исполняющего полномочия главы Самары Ивана Носкова. Он поручил создать оперативный штаб по ремонту и обновлению важной канализационной магистрали. В любом случае нам эту проблему надо кардинально решать. Александр Ильич, создаете штаб, я его возглавлю. У нас же там возникает несколько юридических вопросов. По земле у нас возникает вопрос взаимодействия сейчас с Министерством лесного хозяйства и экологии. Самое главное – сроки и стоимость мероприятий. И как мы будем это все заканчивать. В состав штаба войдут представители профильного департамента, ресурсников, подрядных организаций и надзорных органов. Они вместе будут решать вопросы, связанные с модернизацией трубопровода. Все работы на главном безымянском коллекторе должны проходить при строгом соблюдении графика, подчеркнул Иван Носков. Каждый этап ресурсоснабжающая компания согласует с городом, природоохранной прокуратурой и профильным региональным министерством. Будет выпущено специальное постановление по этому поводу. Штаб будет организован. В него войдут все заинтересованные службы и города. Мы привлечем обязательно природоохранную прокуратуру. Район коллектор – один из центральных для города. Длина его 38 километров. Коллектор очень старый, заложенный в начале 70-х годов, поэтому по сути ему более 50 лет. Обновление коллектора выполняют уже в течение нескольких лет. Только с 2022 года были заменены участки трассы на улицах Реактивной, Ставропольской и Юных Пионеров, а также под Южным шоссе. Все работы производятся за счет инвестиционной программы ресурсоснабжающей организации. Работы по модернизации линии коллектора будут продолжать постепенно на следующих участках. В частности, далее планируют организацию перекладки в направлении микрорайона «Крутые ключи». После окончания работ на всех участках проведут восстановительное благоустройство. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.